Друзья, здравствуйте еще раз. Действительно очень взволнован, очень счастлив быть здесь сегодня, видеть людей, которые за последние два года действительно стали моими друзьями и стали людьми, которых мне очень приятно видеть и всегда радуют меня. Спасибо вам большое, что вы пришли. Вы знаете, у меня небольшой опыт отмечать юбилеи, это второй всего лишь. И я вот на самом деле за последнюю неделю, даже хочешь не хочешь, едешь в машине или ждешь где-то в пробке, и думаешь, что сказать, чем поделиться. Год назад как-то было все точно расписать, все точно сказать, даже я не был уверен, когда я говорил год назад. То есть некоторые вещи я, можно сказать, даже продумывал заранее, что сказать. А сейчас у меня как бы два года, и я чувствую, что я могу говорить на любую тему, которую выберу, 40 минут спокойно, легко. То есть я могу многим поделиться, у меня вот такое чувство, как бы, что у меня есть чем поделиться. Но я постараюсь выбрать именно те моменты, которые, я считаю, были для меня лично самыми сложными препятствиями попасть сюда, попасть в выздоровление и попасть на путь того, что сегодня я два года трезвый. Хочу еще сказать, что некоторые друзья иногда шутят со мной и сомневаются, алкоголик или я вообще. Говорят, ты что-то не похож на алкоголика. Я на самом деле сразу же встаю на задние лапы и начинаю доказывать, извините, ребята, у меня за плечами два репцентра. Кстати, тут сидят свидетели. А в репцентр люди просто так не попадают. Хотя мог и репцентр подыграть, но это уже чересчур. Но на самом деле я считаю себя алкоголиком по двум главным причинам. Первая причина с того момента, вот первый раз, как я начал пить, я сразу же напился до чертиков, что я ничего не помню. Это был Новый год с 94-го по 95-й, мне было лет 14, и я напился водкой на этот Новый год, и я ничего не помню. Я помню, как я проснулся дома, и мама сувала мне, это не марганцовка была, ну, в общем, что-то, чтобы с утра стало легче и все вырвать. И вот после этого момента, я помню, мне каждый раз, когда я пил, я должен был напиться до такого состояния, где я теряю рассудок и разум. То есть очень редко случаи, чтобы я полностью помнил, как я начинал пить, до того момента, как я добрался до постели. Такого почти не было. Вот как только я начал пить, это первое. Второе. Алкоголь для меня все время, с того момента, как я начал пить, играл очень важную роль. Это был мой расслабон. Я его ждал. Я ждал сначала выходных, чтобы напиться. Я честно учился всю неделю, ходил в школу, а потом в выходные напивался. И это давало мне очень большие силы, покой, счастье. Я знал, что в конечном итоге я с друзьями встречусь и выпью, и наслажусь этой жизнью. Вот это был истинный кайф. Я не скажу, что все это время я жил нормальной жизнью. Да, я напивался, и я гордился даже тем, что меня считали, то есть я был человек интеллигентный, когда трезвый, и свинья, когда пьяный. И я этим гордился. У меня даже было прозвище в свое время, когда я пьяный, меня зовут Арнольд, когда я трезвый, Петр Александрович. И я этим очень сильно гордился. Я гордился тем, что в будние дни я могу быть очкастным интеллигентом, а в выходные я могу стать злобным Брэмбо, который всех наказывает и ставит всех, так сказать, по понятиям. Вот это мне было по кайфу. И на самом деле бы все было бы хорошо, все было бы отлично, но в какой-то момент уже у меня не получалось раз в недельку. В какой-то момент это переходит уже, я даже не знаю назвать, это все так медленно происходит, непонятно, это все этапами. Я понимал, что у меня проблемы с алкоголем, я пытался завязать. У меня были периоды, я полгода был трезвым в 2009 году. Потом у меня был период, я курил траву, что я два года не пил. Это с 2013 по 2015. Но я все время возвращался. И вот после короны сразу же, может быть корона как-то, так сказать, подсобила этому делу, я попал в репцентр. Я был уверен, что я попал в репцентр по собственной воле. И я туда попал почему? Потому что я заметил, что мои отношения с женой, с братом, с мамой, мое восприятие жизни, оно рушится. И я, чтобы привлечь к себе внимание, я сидел в комнате, пил. У нас там, я открыл какую-то группу, я назвал ее «Помогите», внес туда жену, брата и еще одного друга, положил пистолет на стол и написал «Помогите мне». Я не знаю, я действительно плохо себя чувствовал, но на самом деле я уверен, что у меня бы не хватило смелости застрелиться. Но я очень хотел привлечь к себе внимание, я очень хотел, чтобы люди поняли, что мне тяжело, и поэтому я такой плохой. Я не был уверен, плохой я или нет, я как бы, я знал, что я совершаю вещи, которые меня отдаляют от самых близких мне людей. И у меня не было достаточно сил сдерживать потоки своей злости, потоки своего негодования, потоки своего... То есть я был несчастным, действительно. Вот я все время рассказываю, вот я сижу на пляже, детишки играются, жена сидит рядом, здоровый вроде. Кстати, по поводу здоровой, да, вот у нас сейчас такая череда юбилеев, люди рассказывают, как они по больницам, как там их откачивали, что они были при смерти. Блин, а я не могу гордиться этим, у меня нету этим, я не могу похвастаться, черт побери, я был, я был, не знаю, более-менее здоровый как бы, у меня просто внутри, мне просто не хотелось жить. Мне просто было хреново, и неважно, что я делал, я хотел, не знаю, я думал уехать, убежать, в какой-то момент даже. И это вот я сейчас вспоминаю это безумие два года назад. Я думал бросить жену, которую я безумно люблю, я сейчас понимаю, насколько я ее люблю. Это же надо быть таким безумцем, и почему бросить, зачем бросить, потому что я не знаю, я искал, в чем причина, я не мог найти. Я уже думал, изменять радикально всю жизнь как-то надо, обязательно, чтобы вообще спасти свое сознание от этого страдания. И вот я попадаю, значит, первый раз в репцентр. Блин, лафа! Ни хрена себе, приезжаешь туда, во-первых, забирают телефон. Никто тебе мозги не парит, все. Отдал телефон, отдал ответственность, пошли все нахер, все, я больной. Отлично. Потом дальше. Пацаны нормально все, там курят, отдыхают, картишки, шешбеш, общение по душам, наконец-то, понимаешь? Тут можно по душам поговорить. Ну и там за шаги какие-то начали втирать. Но я же не дурак. Я, как почитал эти шаги, и у меня там сохранилось, нам выдавали, короче, такие эти, ховрот. Ну, короче, листики выдавали, и там описывались шаги, там один из основателей репцентра в Киратгате, это первый репцентр. Он создал там, концепт сделал, то есть написал вкратце о каждом шаге. Вот. И у меня остались заметки. И вот такие вещи, как, допустим, действительно, типа, стараться не носить ущерб, попросить прощения, там. Вот такие вещи, как попытаться найти в себе вот что-то. Вот у меня нормально, вот эти все философские, я думал, психологические вещи, мне заходят хорошо. А там, где Бог был написан, у меня такие прочерки, у меня там написано. Но это для слабоумных, или это для менее интеллектуальных людей. Это люди, которым нужна, так сказать, поддержка, потому что они не способны с помощью своего понимания, своих мозгов, достигнуть какого-то внутреннего, внутренней стабильности. Я еще был уверен, будучи, находясь в этом репцентре, что с помощью интеллекта, с помощью понимания, с помощью психологии, философии, я смогу выйти на какие-то спокойные воды самим собой. Чтобы я внутри, вот я все время говорил, душевный покой, я хочу душевный покой. Все. У меня уже не было такого. Я не был на... Я попал в репцентр в довольно зрелом возрасте, там 38 лет, я понимал прекрасно. Мой душевный покой не в деньгах, не в материальных вещах. Я хотел душевного покоя внутри себя, внутри, чтобы у меня было. Вот чтобы мне было спокойно, чтобы я мог быть трезвым, сидеть спокойно на пляже и наслаждаться солнышком, наслаждаться птичками, наслаждаться морем, наслаждаться цветочками, наслаждаться красивым видом. Ловить эти минуты покоя, потому что это исчезло напрочь за последние годы до репцентра. Это просто не существовало. Я просто все время жаловался жене, что я несчастный человек, что моя жизнь – это просто сплошные несчастья, я страдаю. Я пытался ей объяснить, я страдаю, ужасно страдаю. И меня спасало, на самом деле, почему я вот в запой не входил, я думаю. Да потому что у меня организму было тяжело входить в запой. Я знал, что я начинаю пить, я выпью там пол-литра виски, и потом я покурю там 3-4 роша, баночку. Все. И это меня остановит как бы. И карусель я такую делал постоянно, потом еще таблетки приспособились там. И я не был трезвый перед репцентром, я не помню, то есть дни, где я был трезвый, они были исчислены за последние три года до попадания в репцентр. И вот, в общем, я выхожу с этого репцентра, будучи уверен, что я все понял, что теперь… А, еще у меня был тыл теперь. Если я забухаю, я знаю, куда пойти. Я пойду в репцентр, отдохну там и дальше продолжу свою жизнь. Все будет ништяк, в общем. Вышел, оставался трезвый, друзья, полгода. В эти полгода я страдал. Я лазил по стенкам, мне ничего не помогало, мне было хреново, мне становилось еще хуже. Я не мог, мне стало еще хуже. И я начал подумывать, что уже по ходу, не знаю, уже по ходу ссылаться на то, что это период в жизни, ссылаться на то, что я смогу сам как-то решить этот вопрос, у меня начала подкрадываться идея такая страшная, что я сам не справлюсь с этой проблемой, что действительно у меня есть проблема. И тогда, когда я встал, это было, да, это было… Ну, два года назад я проснулся, и просто вот, жена ничего, стоит на кухне, просто там что-то морет. И я просто чувствую, вот я не могу себя остановить. В меня селился монстр, и я начинаю на жену что-то гнать бочку какую-то конкретную вообще. И тут, блин, я, короче, такой, все. Она мне говорит, может, в рип-центр? Я говорю, все, поехали. Поехал в рип-центр, в Нику, нашу дорогую, любимую Нику. И вы знаете, я даже вот как только я туда попал, я не знаю, в какой период это произошло. Это, наверное, долго слишком рассказывать, я не буду рассказывать. Я знал тогда, что мое решение – это Бог. Сразу же. Мое решение – это Бог. Потому что я знал, что в первом рип-центре – это то, что я пропускал постоянно. И я постоянно говорю, что… И почему я это пропускал, как я на сегодня это вижу? Потому что я не был способен поверить в то, что я способен верить. То есть для меня все равно в голове маячило самообман, 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 самообман слова. Я не смогу поверить. Вот. И постоянно пропускал Бога, и я знал, что я иду туда что-то менять. Мне нужно что-то, мне надо перепрыгнуть через себя, перепрыгнуть через свое «я», перепрыгнуть через свои предубеждения, перепрыгнуть через концепции построения мира, которые у меня были до того момента. Вот я это чувствовал однозначно. И еще мне очень сильно помогло у нас один наставник в рип-центре. Он мне сказал, Петя, тебе тяжело? Вставай на колени с утра. Я вставал с утра, мне было очень тяжело. Я не мог оставаться. Мне трезвым было тяжело быть. Я вставал с утра, мне было плохо. Мне казалось все гнилым, все плохим. Нет. Он говорит, падай на колени, молись. Неважно что, молись Богу. Я падал, молился, и после первой же молитвы Бог дал мне силы почувствовать себя на Меликрон легче. И вот этот Меликрон каждый раз он давал мне еще больше надежды. И вот второй рип-центр действительно я уже задержался. Там на три месяца я там был на амбулаторном лечении. То есть я там приезжал с утра и оставался до поздного вечера каждый день на протяжении трех месяцев. Там были группы каждый день. И потом у меня был плохой опыт с анонимными наркоманами между первым и вторым рип-центром. И поэтому я не хотел идти в анонимные алкоголики. Я думал, такой же будет опыт. И мне это как бы вот эта вот вся фишка, вот эта вот, как бы единство, я это не понимал. Я не понимал вот это вот, ну, друзья, все прочее. Потому что я считал это все лицемерием, все это неправда. Каждый просто там ищет свои эгоистические выгоды и прочее. У меня было куча предубеждений. И я даже начал, что я сделал, я нашел, но в программу я уже верил. То есть я хотел найти Бога. Я уже искал Бога. Я вовсю искал Бога. Во всех собраниях, которые у нас были в рип-центре, я говорил больше о Боге. И не мог понять, почему в рип-центре так мало говорят о Боге. Я начал читать книги духовные, которые там связаны и с кабало и прочее. То есть я начал искать Бога активно. И в программе я это видел. Я очень, я первые два месяца, я все время думал о втором и третьем шаге. И думал, как я к ним подойду, и как у меня получится действительно сделать честно второй и третий шаг. Честно перед самим собой в первую очередь. Как я могу честно признать, что существует сила более сильная, чем я сам. И как я смогу припоручить все Богу. Слава Богу, друзья, на сегодня я понял, что для себя, и это мне очень сильно помогает, кстати, что когда я говорю, что я принял решение припоручить, это не значит, что я сразу взял и припоручил всю свою жизнь. И если я этого не сделал, у меня все, я застрял на третьем шаге. Нет. Достаточно того, что я принял решение, я уже могу идти дальше, в следующие шаги. Да, я принял решение припоручить свою жизнь и свою волю Богу. И я понял, что я уже бессилен перед алкоголем. И вот это вот действительно, это давало мне колоссальный драйв идти дальше. Но я еще не принимал вот это вот группы. Я не хотел идти на группы, я не хотел быть среди людей. Потому что у меня еще все были предубеждения. Ну что, я сюда приду, здесь будет группа алкоголиков, которые еле-еле что-то смыслят, они будут что-то втирать. Как у меня был, у меня был плохой опыт, я снова буду это слушать, я буду, ну что я тут делаю, блин. Гонят какую-то паугу, в общем. Я боялся, что наоборот меня это оттолкнет. И я даже взял, в общем, купил большую книгу и пытался Колю Голубея записи шагать с Колей Голубеем через интернет. То есть он как бы прямо читает и говорит зачеркивать, писать и прочее. Но я быстро понял, что у меня ни хрена не получится. И Бог меня свел с первым спонсором, с которым мы начали шагать. И все, вот пошло, вот пошло. Слава Богу, Бог послал мне спонсора, который действительно знает программу. Он мне очень подходил на первых этапах. И мне, мне кажется, давал мне вот как раз то, что мне надо. Вдруг я ощутил силу того, насколько громаднейшая разница, когда я сам с собой или с интернетом, и когда я с человеком. Потому что человек, когда я с человеком, человек – это частица Бога для меня. И я с Богом. А когда я сам с собой пытаюсь что-то сделать, это совсем разные вещи. И вот у меня есть такой опыт. Это небо и земля. Только когда я с другим человеком, вдруг что-то открывается, что-то начинает входить в сознание, что-то начинает меняться внутри. И у меня пошли, действительно, у меня пошли откровения, которые написаны у нас в книге. Ну, я обязан сказать, что для меня было очень большое облегчение узнать, что если я считаю, что в этом мире нет справедливости, это не означает, что нет Бога. У меня как-то вот так шло, типа, всё, нет справедливости, нет Бога. И когда у меня вот начало, я начал стремиться к тому, чтобы понять, что, во-первых, я недостаточно, то есть я не Бог, я не могу понять, что такое справедливо, что нет, это раз. Кто я такой вообще, определяет, что такое справедливость. А во-вторых, кто сказал вообще, что мир должен быть справедливым, как ты это видишь. И вот это мне, оно как бы отпустило, оно меня приблизило ещё больше к Богу. И потом, когда после четвёртого шага, в пятом шаге, я прочитал спонсору всё, что я там написал, я искренне действительно искал свой эгоизм, свою нечестность. Я искренне искал, в чём я виноват. И я это рассказывал. Я помню, мне понравилось, как Боря, когда отмечал свой юбилей, сказал, что у него было там несколько пробуждений. У меня действительно тоже, я помню, в детстве, мне лет 15 было, у меня было пробуждение, я принял экстази, и мне казалось, я подпрыгиваю на 5 метров и приземляюсь медленно. И вот так как бы скачу. Я помню, я вышел от спонсора после пятого шага, и я то же самое чувство ощутил, как после экстази, как будто я взлетаю там и куда-то иду, и вдруг какую-то мёгкость внутри почувствовал. А потом действительно обещание пятого шага, у нас в книге оно реально пишет, что я вдруг почувствую ту свободу, то ощущение, которое я никогда не чувствовал. И естественно, вот этот шаг за шагом, это давало мне ещё стимул идти вперёд, потому что я вдруг начал чувствовать себя чаще и чаще, очень хорошо, трезвым, что для меня очень длительный период была фантастика, было чудом. Потом вот девятый шаг, самый такой запоминающийся, я помню, я пришёл, мы с братом сели, я с братом почти не разговаривал. Мы там сели с ним в ресторанчике, я по форме всё, я знал, я там попросил прощения, как я могу перенести ущерб, он как нормальный брат, не то, что его брат алкоголик, сказал, то, что ты вообще возвращаешь, то, что ты ходишь, то, что ты лечишь, для меня это самый большой подарок, он сказал. И потом мы простались, я весь такой в эмоциях, он уже перешёл дорогу, это было на Бурсе, куча народу, десятки людей вокруг. И вдруг я вспоминаю, я забыл сказать ему, что я его люблю, я поворачиваюсь и на всю улицу кувалю. Брат, я тебя люблю! На всю улицу ему кричу, вообще, короче, блин. И, короче, блин, нихренаж себе, я такой вообще сентиментальный стал, что за дела вообще. По жизни был такой ровный пацан, а тут бац, сентиментальность, какая-то любовь, понимаешь ли, какой-то бог, какие-то друзья, какие-то группы. На самом деле, вот сейчас, да, вот я всё больше и больше понимаю, насколько это даёт мне силы, насколько это даёт мне умиротворение, насколько это даёт мне внутреннюю свободу, чувство лёгкости. И, действительно, я до сих пор учусь очень многим вещам. И чем больше я учусь с вами, в жизни вообще, потому что и семья, и работа, это тоже часть моего выздоровления, потому что, если бы я применял принципы выздоровления только здесь, а не в семье, а не на работе, то грош цена моему выздоровлению. С женой у меня, я её люблю, вообще обожаю, и я очень счастлив с ней. Наши отношения взлетели вверх. Она мне сама говорит, что... Да, она вот год назад, она даже вот тут была, она сказала, спасибо, что вернули мне моего мужа. Вот так она сказала тут. Но сейчас я больше, я уже, у меня ещё больше здравомыслия, чем год назад, и я ещё больше вижу, насколько Бог даёт мне силы быть более полезным в семье. Естественно, да, естественно, ничего не совершенно. Я вот хотел сказать вот такую фразу, да, что я ищу Бога, да. Если я его найду, вы сразу же пропишите меня в Абербанель. Я его никогда не найду, я знаю. Но я знаю, что моё дело, это его постоянно искать. Пока я буду продолжать его искать, у меня всё будет хорошо. Вот в этом я убеждён. Вот. И поэтому, а, и вот это вот понимание, раньше у меня вот было такое чувство, самобичевание у меня очень развито, очень сильное было. То есть я что-то сделаю, а потом, блин, как я мог это сделать, как я это туда-сюда. Потом я узнал, что это духовная гордыня. Да кто я такой, чтобы не ошибаться? То есть это моя внутренняя гордыня, что я вообще, я такой человек, который не ошибается. И когда я понял, что я могу ошибаться, и что это нормально ошибаться, но главное поймать в моменте, если надо, попросить прощения. Если надо, отойти секундочку в сторону и сделать шаг назад. Вот это вот программа, в которой я сейчас живу. Вот это вот мой 10, 11, 12 шаг. И я вживу в них полностью. Я живу в молитве, я живу в медитации, я вживу в как можно больше находиться в сознании, здесь и сейчас. Я это постоянно тренирую, я слушаю постоянно людей. Мне очень нравится слушать. Я слушаю очень много и спикерских поэй, я слушаю некоторых людей, таких как Экхарт Толли, допустим. Я даже начал слушать в последнее время раввинов, пытаясь найти аналогии с нашей программой во многом и нахожу во многом. То есть я ищу постоянно пищу для себя и чувствую, что она мне необходима для того, чтобы продолжать свой духовный рост. У меня есть опыт, что в тяжелые моменты у меня было, что я 10 дней не ходил на группы, это максимум, наверное, за два месяца, за два года. Я не помню больше. И я чувствовал, как сразу и происходит спад в моем духовном состоянии. Однозначно это связано. Я не знаю, я многие вещи не знаю, как объяснить, которые происходят. Действительно, это только опыт. То есть я знаю, что я это делаю, и происходит это. Почему это происходит, связать я не могу. У меня нет ответа на почему. Я не знаю, почему, если я делаю какую-то вещь, которая раньше мне казалась абсолютно бессмысленной. Не знаю, тратить время, извините меня, пожалуйста, кому-то что-то объяснять. И я еще не уверен, человек поймет меня или нет. Вместо того, чтобы заниматься своими делами. Для меня раньше это было безумием. Сейчас я знаю, у меня есть опыт, что если я это делаю, я себя буду хорошо чувствовать. И это даст мне еще больше сил идти дальше. И действительно, я когда вот смотрю на эти два года, они полны, они полны разных ощущений, разных эмоций, разных ситуаций. И так если взять, по большому счету, вот я вспоминаю себя, то я чувствую, что действительно, те страдания и муки, и есть страдания, и когда тебе полгода трезвости, и когда год трезвости, есть страдания, есть падения, есть сложности внутри, я испытываю боль. Но они притупляются как-то, они становятся выносимы, они вдруг входят в фон моей обычной жизни. И вот это вот дает мне ощущение чувствовать себя нормальным человеком, потому что очень длительный период я себя не ощущал нормальным человеком. Я знал, что во мне есть какой-то баг, что во мне есть какая-то хренатень, и что, да, может быть, у меня есть какие-то плюсы, но вот этот мой баг, он как бы все плюсы прочь вообще стирает, как бы, и делает меня действительно несчастным человеком. И все это действительно, друзья, однозначно на сегодня, я уверен, конечно, в первую очередь, благодаря моему поиску Бога, и то, что действительно Бог дал мне здравомыслие понять, что я должен его искать, то, что даже должен, а то, что когда я его ищу, я нахожу свое место на этой земле, на этой планете. И спасибо Богу за то, что послал мне вас, потому что я считаю, что наша группа, она самая лучшая в мире, и люди, которые в этой группе даны мне Богом, они самые лучшие. Я вас люблю. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.